Финный базарец. Анна Александровна сегодня как собраться не может. Ждем. Доброе утро. Люди, человеки, доброе утро. Как спалось? Да, ну, не дошновато здесь, кажется. А, да? Ну, тогда я вам предлагаю воспользоваться нашим любимым, понимаешь, лифтом технологическим. А сами не? Ну, я вас ждал. Неплохо. Понимаете, вы же вчера отказались, значит, употребить чуть-чуть виски на ночь глядя, понимаете? Я не пью. Надо везти здоровую грузовую. Ну, конечно. А что на пиво сначала согласился, потом не-не-не, а что за разводить? Я приеду. Женщина. Ну, что, кто приедет? А, ну, ну. Ну, лифт мне определенно нравится. О, занята. Нет. Не едем. Не едем. Окей. Нет. Это квест, я понял. Сейчас главное еще в Волгаре завести. А что, кстати, погода-то не смотрела? Ну, там вроде по нулям. Ну, плохо. Ну, давай, open. О, хей. Ну, это же вежливость главное оружие. Ну, неважно. Ну, лифты вот эти мне нравятся очень определенно. Смотри. Где-нибудь у нас в Купчино явно бы не прижилось. Были бы трудности. Кто-то попытался бы выйти. Да, руки-ноги оторванные. Мы, кстати, тоже можем уже выходить. Открывайте. Ну, пожалуйста, толкайте. Все. Отлично. Хей. Ха-ха-ха. Ты что, знаешь? Конечно, конечно. Я знаю столько слов по-фински знаю. Я, между прочим, вот пока вы вчера легли спать, спустился и с этой милой женщиной достаточно долго беседовал. Да? Верно? Да, абсолютно. А в кого-то приснился? Это ни в коем случае. Мне кажется, что все-таки приснился. Знаете почему? Нет, это после того, как я Симпсонов посмотрел. Да, ну, сомневаюсь, конечно. Здесь, ну, такой отель, на котором приснился, потому что он еще не работает. Вот. Все. Короче, я пытался развести его как мог. Не было. Волгарь. Все разъехались. Остались только мы. Я предлагаю Анне Александровне оценить масштаб повреждений, так сказать. Давайте мы все как, ну, как бы посмотрим. Масло там, жидкости, все-таки ехать и все такое. Смотрите. Ты рюкзачок не хочешь снять? Нет. Пожалуйста. Хорошо, расчехляйтесь. Да. Если можно, мы тоже пожиточки. Да, благодарю вас. Лифт ему выцелит. Дверят. Все-таки смаши. Анна Александровна, ты такая ворчливая становишься. Это утро. Если завтрак. Сейчас мы все проверим и позавтракаем. Шарахается еще что-то. Я бляюсь. На тряпочку взять. Масло. Нормально. Да? Жить будет? Что наверху. Но дело в том, что мы когда уезжали, я бахнул на всякий случай. Побольше? Да. Выше уровня. От души? От нее. Пока ради холодной. Ты посмотри. Вообще ни капли мимо. Ни капли мимо. А мы на вражеской территории. Там наверно не видно, но просто проверим. Все вроде не так жарко. Ну вообще не жарко. Все. Сейчас попробуем стартануть. Смотрим. Не, не, ничего. Ничего не могу сделать. Это уже финский бензин. Ну что, поехали? Ну вы, может, отъедете, чтобы я пролезу? А что ты не пролезешь? Нет, нет. Ох ты, мать моя женщина там. Я боюсь нацепить дверку. Это правильно. А то, что стоп-сигналы не горят, это нормально? В смысле? Ну, в прямом таком смысле. В красненьком то не горит. Нажми на втором стоп-сигнал. А он какой стоп-сигнал? Вон посередине. Не прикинь, не прикинь. Короче, не делай из себя идиотку. Давай, нажми. Ну, сильный только. Чума втуда. В натуре. Даст них плебеналярма. И теперь. Ну, че тут у вас? Зараза здесь нет. Смотри, вот сейчас загорелись. Нет? А так? Да. Да? Ну? Господи ты боже мой. Верно. 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 Короче. Значит у нас были трудности следующего характера. Вот этот выключатель. Стоп-сигналов. Угу. На ГАЗ-2410 гидравлический. Я очень хотел перед выездом поменять его на лягушку. На педали. Но они стали колхозить Волгу. И сейчас он окончательно умер. Но, по счастью, у нас есть чуваган. Понимаешь? С нечеловеческим количеством запчастей на всякий случай с дорогой. Или с этих самых. Из восьмидесятых. Неплохо. Чемодан принадлежал когда-то господину Павленко. За что я вам большое спасибо. Но этот ремень я купил. Так. Дальше. Сюда. Но это пол беды. Есть и плохие нюансы. Какие? Куда? Хуже да. Хуже есть куда. Дело в том, что смотри. У нас потек этот самый главный цилиндр сцепления. Вот эта тормозуха. Потому что когда мы выезжали я доливал. И что дальше? А сейчас он немножко ушел. Датчик вот я поменял. Значит удалил тормозухи. А здесь вот, ну короче, я больше доливал. То есть со сцепления тормозуха уходит. Но это не страшно. До Германии мы доедем. У меня еще есть запас тормозной жидкости. Все нормально. Сейчас дольем как бы и все. И поедем. Все огонь. Мы там погнали раз все огонь. Холодно? Холодно. Ну садись в машину. Все там тепло уже. Печка работает. Сейчас я все соберу и поедем. Не ворчи. Кстати, Тарас Сергеевич, спасибо за перчатки. Вот сейчас как нельзя пригодились. Особенно вот эта вот перчатка для айфона, чтобы тыкать пальцем. Тач. Это очень. Короче, сексологу лайк. Анна Александровна все волчит, но я не сдаюсь. Да, 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 да. Нормально, Волгарь, живи. Дорога продолжается. Главное, чтобы сейчас сцепление еще больше не потихло и все будет хорошо. Ничего не мешало бы покушать. Ну давай сейчас, да, заедем куда-нибудь. Давай вон. У нас как раз есть два часика до порога. Да, да, на порог не хотелось бы опаздывать, поэтому... Ну, короче, сейчас куда-нибудь заедем. Хорошо. Там. Смотри, 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 смотри. Автобус такси. Что автобус нарисован? А, зараза, здесь поворота нет. А, это здесь нет. Он есть дальше, правильно? Правильно? Вот там развернемся. Да. Причем интересно, вот финны так развязки строят, каждый раз убеждаюсь. Потому что у нас заезд, как правило, на развязку после развязки, а у них, как правило, перед развязкой. Но все равно до москвичей им далеко. Москвичи умеют строить развязку. Не говоря уже про Японию. Это не для меня. В бухгалтерии, вам лишь бы деньги считать, понимаете? Ой, все. Пожрать это святое. Я думаю, меня все поддержат, что пожрать это святое. Ну, попа. Растет. У Ани Хриднецовой уже двадцать пять. Ну. Песня была такая, у Смениска пока. Как вариант? Нет. Ну и что? Ну и пусть на Светланте что? Ну, мне ничего. У тебя еще есть куда расти. Вкусности. Я что-то не так сказал? Мужики? Да, да. Вон, как раз, смотри, финский Макдак. Ну да. Интересно. Подожди, интересно. А, наверное, Финандии очень много. Я, кстати, ни разу не мог. Наверняка очень много всего рыбного, по идее, должно быть. Макдак это Макдак. Он не отличается от своего. Макдак. Нет. Должен отличаться в разных странах. Должен отличаться в зависимости от менталитета. Ну, значит, будете рыбку кушать. О! Макдакин. Швакин. Макин. Теретякин. Я... Выучили пару слов? Да-да-да-да. Да-да-да-да. Да-да-да-да-да. Что, стоп? Стоп. Стоп, типа, а, нифига, знаков. А вдруг люди покатятся? Могут, могут. Могут, могут. Могут, они такие. Ах, ты ж мать моя женщина. Голопа. Парковка моя. Моя парковка. Хат-чат. Так. Что? Тяжело? Все нормально. Все нормально. Это не на Антипыче? Нет, это на Антипыче нет. Все нормально. Чмас. Все, идем тихонечить. Ну вот, а ты говорила все иначе. Видишь? Мак-веган. Понимаешь? Веган, привет. Дарья Сергеевна, да, привет. Причем, смотри, здесь кофе самоналивательный. Оп. Чмас. Я же тебе говорю, что все по-разному. Есть мелкие отличия в любой стране. Да. Да. Я делаю тихонечку. 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 Да. И стол. Да. Моя булка. Какая булка? Ваша булка здесь, а моя булка здесь. А, ну сейчас возьмем. Здесь, кстати, очень дорогой Макдан. Например, это все потратили 16,5 евро. Ну и что? Например, вот этот бедьман, который у нас стоит, ну я не помню, в районе 200 рублей. Здесь стоит 7,45. А это получается в районе 500 рублей. Вот это пятихатку стоит? Да. Да. Я хочу домой. Да. Зато, знаешь, ну пойдем покажем. Всегда, в любой стране есть ржавая тридцатьчетверка. Вон там стоит. Вон наш Волгарий и он ржавый тридцатьчетверка. Неплохо. Ну ладно, считайте деньги. Мы прикрепим к этим, к суточным. Чьим? Моим, ёпте. Видишь, я же тебе говорю, что в любой стране реально должна быть тридцатьчетверка. Там, короче, такой прикольный мужик был сзади вас. Вы, наверное, не заметили. Ну, какие-то изощренные у него вкусы. У него такие были две мисочки с соусом. Куча-куча маленьких-маленьких пакетиков, видимо, с черным перцем. Он их туда все, короче, насыпал. Причем это все так нервно, эстетично. И перемешал. И с таким удовольствием картошку фри туда макал, короче, ее и поглошил. Да? Вечно ты всякие такие ужасы замечаешь. Я вот такие ужасы замечаю. Ну, кому что? А, видимо, смотри, подогрев у него такой сделан. У двигателя. Ага, ты не знаешь чего? Она из Германии. А, да. Ну, по-моему, это немецкая бэха. Да, братан. Она, видимо, здесь давно стоит. Давно стоит. Найдешь ты свое пристанище у финнов. Но ничего страшного. А, да, у него еще, видишь, техосмотр третьего года. Короче... Какой-то понял. Ну, вон, на номере, видишь, чмав. А, запомнили. Застотая, пойдем. Ладно. Берем курс на порт. Надо успеть на погрузку. Чего? Не, ничего. Вспомнила про дяденьку? Да. Да. Возьмите, пожалуйста, два моих стакана. Ну, один свой, один мой. Короче, возьмите стакан. Что? А, ты допила? Да. Красавица. Да, 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 да. Я еще буду пить. Нам ехать еще черти сколько. Приключения продолжаются. Вон там, кстати, еще какой-то олдкар стоит. Но это сейчас неинтересно. И у него не старый номер афинский. Ты уверена? Она говорит, сюда. Затем вы прибудите в пункт назначения. Что-то мне подсказывает, что что-то похожее уже было. Дежавю. Мы когда на печальке ехали, было то же самое. Может быть она живая? Нет, но во всяком случае теперь она нас привела к дивану. Должен был быть вот на этом месте, должен быть порт. Но здесь находится почему-то диван. В натуре финский диван. Кто-то выгрузил, можно посидеть, полежать. Камыши, опять же. Да. Короче, Анна Александровна ошиблась в навигации. Уже второй раз на печальке мы сюда реально сюда же приезжали. Она только, женщина, возле того столба сказала, что вы лохи и не туда приехали. Если тут можно проехать немножко вперед, то вот видимо как бы чек винт. Да, все верно, нам и надо немножко вперед. Мы в прошлый раз тоже поехали немножко вперед. Там получается же в порт две дороги. Одна по туннелю, а другая вот так в обход, как мы сейчас едем. Когда мы не проехали туннель, вы сказали, что все нормально, я знаю дорогу. Ну правильно, да. Вы с ней в горе? Ну патролить-то можно, диван поставили. Что? Что за намеки? Не выпускайте типа. Вот мне в этой ситуации кажется, что это не я намекаю. Ну просто финны поставили диван, а она мне говорит, что за намеки. Погнали, хлопчик. Ну что, чем заправляться будем? Во-первых, давайте поговорим о том, что мы доехали по правильному маршруту Георгию Санычу. Да, Георгию Санычу, когда я поменял навигатор. Ой, не надо, не надо, не надо. Что есть? Волгарь, прости, но сегодня только 95-й. Жмот. Кто жмот? Ну не полагается ему 95-й. Так, где значит все это? Вставьте карту. Ничем не будем заправляться. Ага. Ничем мы тут не будем заправляться. А что тут, женщины нет? Это автомат что ли? Видимо, мы тут не заправлялись. А, мы на Нестер заправлялись, там была возможность как бы вкинуть, значит, как его... Бумажные деньги? Нет, там была возможность нажать выбрать оператора и как бы... Все? Все. Все, Волгарь, терпида, Германия не светит. 95-й только. Не, ну можем, конечно, куда-нибудь съедить, но не поедем нахрен. Безин еще есть и так, для чистых советов. Плохо. Это судьба. Вот, смотри, добрались нормально до порта, порта. Финлайнс нам туда. Вон, кстати, уже наш паром стоит. Сейчас опять в горку? Да, да, да. Ну не хочу в горку. Надо, кстати, чуть-чуть под сосек вытащить, там как-то мы не нагрелись. Мы можем не заехать? Заедем, куда мы денемся, что-то пришли. Нет, все нормально. Просто машинка была холодная. Стояли, сдали. Падает, все, деньги, билеты, все, все пропало. Гель снимает, клиент уезжает. Нужно посоветоваться с Михалом Ивановичем. В БМВ там едут. Ничего не видно. Ну и что, БМВ, БМВ, БМВ. БМВ, когда едет, слушай, хорошо. Ну вам виднее. Да, да, да. Жалко ты, не поехал. Меня не звали. Ой, не надо, вот, не надо, вот, начинает. Меня не звали. А, я понял, да. У нас с Дарьей Сергеевной было Смотрите, какая. Отмечание Нового Года. Движуха. Мне интересно, они тут порт, что ли, перестраивать или что? Это какая-то, мне кажется, временная схема движения. Ну, еще возможно, я не понимаю. Здесь одни, вон, трубы всякие. Ну да, 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 да. Не ремонт делать, они еще не закончились. Они, по-моему, в прошлый раз делали. Ну, в прошлый раз тоже что-то. Стояла, по-моему, скамейка стоять. Ну, неплохо. Вон, рентген, смотрите. Эти самки для контейнеров. А, это прям рентген? Ну, да, да, да. Ну, кстати, сегодня очень классная погода. Погода хорошая, да, правда. Погода хорошая. И, кстати, гранитная кружка на дороге работает. Вот, смотри, вот мы сейчас едем, здесь как бы лед, и все посыпано гранитной крошкой. И реально работает. Ну, какой держит, и скользко. Ну, если бы не работала, у них это из года в год не практиковалось бы. Да, да. Это у нас только сыплет какой-нибудь какашкой. Да, сейчас будем езжать. Вон, смотри, опять же, кто-то яхточки прикупил. Ну, яхточки такие, катерочки. Куда-то везут. Куда-то везут? Опять же, вот. Ауди валяются, но вот. Нет, Фурцагина мне больше нравится. Ну, Шарага-то одна. Ну, я по внешним показателям. Вот, смотри, смотри, заезд на паром. Сейчас, сейчас поеду. Только не тот, а вот этот вот наш паром. Это, видишь, на другой пандусе. А наш паром вот. Это Волга. Ничего. Ничего. Кстати, уже темнеет. Страшненько. Ой-ой-ой. Не-не-не-не-не. Отличная подвеска. Газ прекрасно справляется с поставленной задачей. На второй передаче Волга просто забирается на финский пар. У меня с этим были проблемы при вождении, поэтому, видимо, и так страшно. Да-да-да. Ну, особенно на механике, там же все идти. Так, что нам маршала на маршрут? В разворот едем. Да-да-да, братан. Я. Гудка. Ё-пар-сота. Ну, вот. И опять сидит чувакон из Ниндерландов. В тот раз. А, это Вольво. Вольво, да-да-да. В Вольво, кстати, такое чувство, что Дедушка Мороз сидит. А, так. Сейчас выйдет. Надо не забыть, знаешь, что сделать? Да-да. Самый массовый. Что-то немец остановился. Какие цели ты преследовал, остановившись? Чував. Гуд, гуд, гуд. Давай-давай-давай. Ждет этого. Ага. Когда его позовут. Печалька, кстати, вот здесь вот. Давай на то же место, где печалька. Окей. Мы же вот здесь стояли. Да. Как так. Прямо сейчас мы вот так. Опачки. И... И... Оп. Гуд. Гуд. Все. Паркинг. Все. Так. Собираем монетки. Да. Только сначала надо массовый выключить на аккумуляторе. На всякий случай. Вон, кстати, Дедушка Мороз смотрит из Нидерландова. О. Видно? У-у-у. Там палец. Палец? Ну, ничего страшного. Пойдем, выпечем. Белый гостер? В comparative работе? 연�ью. season 2 couple. Да. Да. Настойки? Настойки. Настойки круто. 77-й год не стоит спать, непростоянный голод. у sueонов 7 жилья по другим законам. 25-30 suicide. Да. Там поможет? Ну реально, кстати, печалька стояла на этом же месте. Это парадоксально. Это символизм. Да-да-да. Я пытался веганский кадр изобразить. Вегана здесь нет. Ну ладно, ладно. Красиво. Красиво, да. Да, очень красиво. Дедушка Мороз оказался русским. Да. Не ждать. Вот вроде маленькая прет, все прет, 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 прет. Нам туда. Туда, туда. Да? Да, сто пудово. А мы заканчиваем на 70.01, а у нас 70.02. Ты ж мать моя женщина. Ну что, за женщины упаковали меня, все. Почему нет? Все логично, смотри. 70.01, то да. И 70.04. Все правильно? Го. Да? Да. Там даже уже, смотри, для идиотов написано. Я не удивлюсь, что здесь все это тут же будет. Что ты не удивишься? Это та же самая. Да нет, вряд ли. Ты бы не выбрал еще один такой номер. В общем, скоро узнаем. Вот этот не был этот. Был он тот. 70.01 был. А сейчас вот этот 70.02. Располагаемся. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok